Печатать фотографии в Нижнем Новгороде начали еще в 1843 году. Спустя буквально 4 года после того, как эту технологию открыли французы. Первые фотоателье работали на Нижегородской ярмарке. Так выглядели снимки образца второй половины 19 века. Самые первые фотографии были не привычные нам на бумаге, а именно на серебряных пластинках, потом более дешевые были на медных пластинках, которые покрывали светочувствительные эмульсии, получали фотографии с помощью дагеротипного снаряда и называли эти фотографии дагеротипами. Историю фотографий можно изучить, посетив постоянную экспозицию музея на первом этаже. На втором выставлены более современные работы. Авторов некоторых снимков можно смело назвать классиками нижегородской фотографии. Черно-белые художественные снимки сменяются репортажными, которые отлично передают дух своего времени. Илья Бубис представил четыре фотографии, где запечатлены одни из самых ярких событий города Горького конца 20 века. Испытание Мизинского моста, визит президента Ельцина и демонтаж памятника Минину. Я просто шел, у меня не было задания, но я без фотоаппарата не ходил по улицам. Я иду с телевидения на площадь Минина, просто любимое место, где можно пройтись после работы, хотя у нас никогда не кончалась работа-покровка. И вижу, вот странный такой, висит памятник Минину на стреле экрана, его снимают, демонтируют, да? Причем голову уже оторвали, да? И он такой висит, вот с этой рукой взывающей. У меня в аппарате буквально одна начатая пленка. Естественно, я бегу это снимать. Сейчас так не делают, сейчас убирают, если памятник, это делают тихо. А там что-то еще начиналось, только время смены памятников и прочего. Мы не знаем, почему его снимают, потому что никто даже не знал, что будут делать другой памятник скульптора Кома. Ну и, короче говоря, я попрыгал вокруг него, сделал снимки. Особое место занимают работы фотографов знаменитого клуба «Волга». Его участники искали новые выразительные средства фотографий, а их работы были представлены на международных выставках в США, Великобритании, Франции и других странах. Среди тех, кто хотел попасть в «Волгу», известный фотограф Алик Якубович. Правда, сделать это ему так и не удалось. Было даже представить сложно, что кто «Волгу» могут взять. Я помню, как в году 78-м или 77-м я зашел в дом работников, педагогов, там дом учителя, короче, и увидел фотовыставку фотоклуба «Волга». У меня был шок, я вообще никогда не думал так хорошо о фотографии. И наступление фотоклуба «Волга» я отснялся в медвотрезвителе. Прямо все по-настоящему, 84-й год, как меня не забрали, до сих пор не очень понятно. Но Релик Дмитриевич Пенов, он здесь присутствует в виде фотографии, он вдруг сказал, «Так ты что хотел сказать, что мы плохо живем?» В остальных двух залах представлены совсем новые работы времен 2000-х. Технологии, темы, сюжеты – здесь все по-другому. Наличие дорогого и очень современного фотоаппарата еще ничего не значит. Те, кто хочет стать настоящим профи, до сих пор обращаются за советами к ветеранам фотографии. Фотография живет и она развивается благодаря, в том числе, педагогам, которые работают здесь. То есть мы растем благодаря им, можно так сказать. Их критике, в том числе. Я считаю, что если повесили работы в этом зале, то это такой огромный стимул двигаться дальше, развиваться. И могу сказать, что это непросто. Как менялась нижегородская фотография в последние десятилетия, можно увидеть в Русском музее фотографий до 26 августа. Екатерина Анисимова, Никита Вертлин, столица Нижний.